Армия российских хулиганов. Премьеру этого фильма сегодня поздним вечером мы с нетерпением ждем на BBC. Минули те времена, когда считали дни в ожидании нового сезона детективного сериала «Шерлок» на этом же канале. И дело не только в том, что сериал закончился. Так уж вышло. За последнее время руководство крупнейшего британского вещателя, который раньше ассоциировался с журналистикой высшего качества, сделало ставку на контент странный, а иногда и откровенно абсурдный. Тут можно вспомнить, например, их недавний фильм о неком жутком компромате Кремля на американского лидера или шоу-реконструкцию Третьей мировой, как если бы ее развязала Россия. Ну а теперь добрались и до чемпионата мира по футболу. Тема для англичан вообще болезненная. Видимо, до сих пор не могут смириться с тем, что Мундиаль-2018 в свое время отдали не им. Вот и нашли способ отомстить. Сняли документальное кино о зловещих российских ультрас, то есть особенно агрессивных болельщиках. Правда, почему-то из города Орла местная команда, при всем к ней уважении, в высшей лиге никогда не играла. Сейчас вообще числятся в любителях. Соответственно, и о ее фанатах, даже те, кто за футболом следит достаточно внимательно, слышали немногое. Если вообще что-нибудь слышали. Так кто же эти суровые парни в масках из трейлера фильма? Попробовал разобраться Алексей Конопко. Алексей, приветствую. Добрый вечер. Ну вот вы увлекаетесь футболом, я знаю. Неужели, правда, в Орле какие-то особенно безумные ультрасы? Да в Англии-то побезумнее будут. А что касается комментариев этих наших страшных фанатов в фильме, так это вообще тот самый случай вырывания из контекста. Казалось бы, ну что тут необычного? Футбольные фанаты обещают подраться. Но вот ведь мастерство подачи. Побольше слов «русский» и «агрессия» обязательно упомянуть Владимира Путина, хотя при чем тут он, и заголовок «Russia's Hooligan Army». Аллюзии очевидны. И вот уже рядовой около футбол превращается в страшилку международного масштаба. Видеоряд красноречив. Драки фанатов во Франции 2016-го перемежают спортзалами в Ростове и Орле. Уже в следующую минуту герои этих кадров говорят, мы деремся в поле с такими же фанатами, по обоюдному согласию. У этого и названия есть русский стиль. Но в статье «Гардиан» об этом почему-то ни слова. Наоборот, болельщик по имени Вася Киллер якобы обещает гостям чемпионата кровавую баню. Мне гарантировало, что это будет корректное интервью, что не будет никаких трудностей перевода. Что вот как с ним, так и с ним. То, что они говорят, цитируют меня, это все ложь. Говорят о том, что в Москве английских фанатов ждет фестиваль у футбольного насилия. Я же говорил, наш народ гостеприимный, который встречает гостей сюда с левым и солью. И вот что интересно. Для автора фильма, премьера которого назначена на лондонский вечер 16-го, статья в «Гардиан» тоже большой сюрприз. Когда мне начали звонить многие люди, я сразу же, конечно, написал у режиссера. Он ответил спокойно мне, все нормально, это пресса преувеличивает, все хранится контекста, фильм будет честный. Ангель обещал, посмотрим на его честность и порядочность. Тут важно, что статья и фильм именно британские. Ведь футбольное хулиганство как таковое как раз на острове и появилось. А потом, в 80-х, оттуда же разошлось по миру. Страшные околофутбольные трагедии, Эйзельская или в Хилсборо, это тоже про них. А теперь к фактам. Россия за последние годы приняла больше всех международных соревнований на планете. От универсиады до чемпионата по водным видам спорта или хоккея и финала Лиги чемпионов по футболу, где, кстати, играли два английских клуба. И ни одной претензии на беспорядки не было. Главная работа по недопущению подобного рода провокаций, которые произошли во Франции, а уж тем более вот этой глупости, которую пытаются нас накормить, лежит в плоскости профилактики в России, в этом отношении, как ни в одной другой стране, налажена очень четкая работа и в содействии всех абсолютно государственных органов, прежде всего, конечно, правоохранительных органов. Во всей этой истории присутствует, конечно, и старая добрая русофобия. Здесь даже комментарий эксперта не нужен, мы за последние годы привыкли. Но есть тут еще и личная обида. В 90-м, 96-м, 2006-м и 18-м годах британцы пытались получить чемпионат мира по национальному виду спорта, но так и не получили. Когда мы выиграли право проведения чемпионата мира, с тех пор вот на падке, особенно средств массовой информации Англии, конечно, они продолжаются, потому что проиграли право проведения чемпионата мира. Поэтому всегда, так сказать, стараются как-то действительно вот такой негатив информационный вокруг всего российского спорта. И вот это, пожалуй, самый важный момент. До мундиаля в России больше года, то есть времени на попытки отобрать его у мировой общественности предостаточно, а значит каждый, даже самый абсурдный повод для беспокойства игнорировать не стоит. Иначе может получиться, как в самом футболе. Играли-то хорошо, а победа за соперником. Алексей Конопко о новой подделке BBC, на этот раз о страшных российских футбольных фанатах.